Кинофестиваль Минувшее воскресенье жюри российского кинофестиваля «Кинотавр» во главе с режиссером Андреем Звягинцевым объявило победителей этой престижной кинопремии. Гран-при заслужил немой фильм Александра Хотта под названием «Испытание». В этой картине рассказывается об отце, дочери и двух ее ухажерах. Все они живут в глухой степи, где время тянется бесконечно, а тишина такая, что можно умереть. Стоит напомнить, что в прошлом году Гран-при взял несколько более массовый фильм «Географ Глобус Пропел», что, видимо, дало жюри моральное право выбрать в этом году максимально авторскую ленту, далекую от широкого внимания публики. Картина «Испытание» также выиграла в категории «Лучший оператор» и получила приз гильдии киноведов и кинокритиков. В других номинациях призы разделились следующим образом. Лучшим режиссером стала Анна Меликян со своей картиной «Звезда». Этот же фильм получил приз за лучшую женскую роль, которую исполнила литовская актриса Северия Еншоускайте. Лучшим актером стал Алексей Филимонов, сыгравший главного персонажа новой картины Оксаны Бычковой «Еще один год». Молодой, но уже заявивший о себе режиссер Юрий Быков получил две награды за свой новый фильм «Дурак» – лучший сценарий и диплом гильдии киноведов и кинокритиков за бескомпромиссность художественного высказывания. Стоит напомнить, что в этой картине поднимается сверхактуальная тема разрухи в современной российской системе ЖКХ. Награду за лучший дебют и приз жюри кинопрокатчиков получил Иван Твердовский с остросоциальным фильмом «Класс коррекции». В короткометражных лентах убедительную победу одержал режиссер фильма «Горько» Жора Крыжовников со своим коротким фильмом под названием «Нечаянно». Стоит отметить, что распределение призов на кинотавре зачастую определяет облик российского кинематографа на весь будущий год. Так что правильным решением будет проявить пристальное внимание упомянутым лентам, когда они выйдут в широкий прокат. Ну а главной кинопремьерой текущей недели, без сомнения, стало продолжение популярного мультфильма студии DreamWorks «Как приручить дракона 2», которая, благодаря отсутствию возрастных ограничений, прекрасно подойдет для проведения семейного отдыха. Первый фильм серии вышел в 2010 году и сразу же обрел невероятную популярность среди любителей мультипликации. Он с лихвой окупил себя в прокате, попал во все любительские рейтинги на крупнейших интернет-порталах, а также был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Стало понятно, что сиквела не избежать. Впрочем, создатели мультфильма не торопились, тщательно продумывая и накапливая материал, параллельно запустив производство телесериал «Драконы», который транслировался на американском кабельном канале Cartoon Network. И вот спустя четыре года поклонники этой милой истории о викингах и драконах могут наконец насладиться ее полнометражным продолжением. В основе сюжета картины «Как приручить дракона 2» лежит противостояние наших старых знакомых икинга и беззубика с обитателями тайной ледяной пещеры, которая служит убежищем для сотен ранее невиданных диких драконов и их таинственного всадника. В кресле режиссера на этот раз остался всего один из двух мультипликаторов, работавших над первой частью. Дин де Блуа, который согласился взяться за сиквел с одним лишь условием. Он также станет режиссером третьей части саги, которая планируется к выпуску в 2016 году. Тем, кто не слишком жалует мультипликацию, отдавая предпочтение суровым, брутальным боевикам, тоже есть чем поживиться в кинотеатрах в эти выходные. Ведь на широкие экраны выходит стильный и жестокий фильм режиссера Ральфа Зимона под названием «Кайт». «Кайт» — это имя девушки, чьих родителей жестоко убивают представителя преступного синдиката. «Кайт» клянется отомстить убийцам, и ей в этом должен помочь бывший напарник ее отца полицейского, некто Карл Акер. Одним словом, картина «Кайт» — это еще одна вариация на тему мстящих за своих родителей детей, которые постепенно превращаются в безжалостных профессиональных убийц. Что-то подобное мы уже могли наблюдать в таких картинах, как «Ханна. Совершенное оружие», «Пипец 2» и даже в такой классике кинематографа, как «Леон». Что нового может показать зрителю в этой жанровой нише молодой режиссер из Йоханнесбурга Ральф Зимон. Судя по трейлеру, упор будет сделан на стильную манеру съемки, дорогие спецэффекты, драйвовое музыкальное сопровождение, а также на харизму исполнителя одной из главных ролей — Сэмуэля Элл Джексона. Титульную роль в фильме «Кайт» исполнила молодая 20-летняя актриса Индия Айсли, единственным полноценным опытом в кино для которой был фильм «Другой мир пробуждения». Что из всего этого получится, узнаем совсем скоро. Наконец, еще одной примечательной премьерой недели станет русскоязычный фильм эстонского режиссера Ильмара Раага под названием «Я не вернусь». Эта картина повествует об успешной, красивой и интеллигентной девушке Ане, которая вынуждена скрываться от полиции, опасаясь тюремного заключения по ложному обвинению. Аня прикидывается подростком-беспризорником, случайно знакомится с маленькой девочкой Кристиной и начинает помогать ей в желании попасть на свою родину — Казахстан. Так постепенно Аня становится совершенно другим человеком. Режиссер Ильмар Рааг может быть известен российскому зрителю прежде всего по таким картинам, как «Класс», «Керту» и «Эстонка в Париже». Впрочем, ни о какой популярности здесь речь не идет. Если кто-то и слышал об этих фильмах, то либо случайно, либо в виде предметного интереса к эстонскому кинематографу. Картина «Я не вернусь» — первый случай в карьере Раага, когда он снимает ленту на русском языке, и для него это, конечно, стало серьезным вызовом. Не зная всех тонкостей языка, да еще и сломав на съемках ногу, Ильмар из кожи вон лес, чтобы донести до съемочной бригады и молодых актрис свои идеи. По его словам, снимать фильм «Я не вернусь» Рааг решился, потому что ему очень понравился сценарий, который написала наша с вами соотечественница Ярослава Пулинович, ученица-драматурга Николая Калиды, что является дополнительным стимулом для посещения именно этой картины в кинотеатре. На прошлой неделе исполнилось 90 лет со дня смерти популярного чешского писателя Франца Кавки, который стал известен благодаря своим абсурдным и фантасмагорическим произведениям. Романы Кавки были множество раз экранизированы. Сегодня мы вспомним самые яркие и удачные примеры таких фильмов. Наиболее часто переносу на экран подвергался последний из трех романов Франца Кавки под названием «Замок». Это сюрреалистичная история о господине Землемере, который был приглашен властями замка в деревню для ведения соответствующих работ. Однако по прибытию на место он с удивлением обнаружил, что там его никто не ждал. Впервые это произведение было экранизировано в 1968 году немецким режиссером Рудольфом Нольте. Большой объем работы над этой картиной выполнил популярный актер того времени Максимилиан Шелл, который, кроме того, что сыграл главную роль Землемера, также выступил как продюсер и автор сценария на пару с самим Рудольфом Нольте. В 1990 году еще одна экранизация «Замка» была снята в Грузии режиссером до тот же Нелидзе. Однако эта версия не пользовалась успехом и со временем была забыта. Чего нельзя сказать о фильме российского режиссера Алексея Балабанова. Его версия романа Франца Кавки вышла в 1994 году, а в главных ролях снялись Николай Стоцкий, Светлана Письмиченко, Виктор Сухоруков и Анвар Лебабов. Эта работа Балабанова получила признание среди российских критиков и любителей творчества Кавки, а также была награждена двумя премиями Ника. Наконец, последняя на данный момент версия «Замка» была снята в 1997 году знаменитым австрийским режиссером Михаэлем Ханеке. В его картине роль землемера исполнил Ульрих Мюэ, известный в Европе по фильмам «Жизнь других» и «Забавные игры». Эта картина снималась исключительно для телеэфира, и сам режиссер довольно скептически относился к своей работе. Он говорил, фильмы для телевидения должны быть гораздо ближе к книге. Главным образом, потому что их цель состоит в том, чтобы зрители, посмотрев телефильм, взяли и прочитали саму книгу. Но и взгляд телевидения никогда не будет формой искусства, потому что оно потакает ожиданием зрителей. Я бы не решился превратить «Замок» в кино для большого экрана, а для телевидения нет проблем. Второй роман Франца Кавки под названием «Процесс» повествует о бедном банковском работнике Йозефе, которого неожиданно арестовывают, не называя причин. Это произведение было экранизировано дважды, а сначала это случилось в 1962 году. Одноименный фильм по этой книге снял Орсон Уэллс, который впоследствии называл его своей лучшей работой. Роль Йозефа сыграл Энтони Перкинс, уже известный любителем кино по роли в фильме «Психо». Сам Орсон Уэллс снялся в роли адвоката Хаслера, а также озвучил пролог и эпилог фильма. Вторая попытка перенести текст романа «Процесс» на экран состоялась 30 лет спустя. В 1993 году британский режиссер Дэвид Хью Джонс пригласил в свою картину Кайла Маклоклина и Энтони Хопкинса. Наград эта картина не получила, критиками была воспринята прохладно, а в прокате провалилась. И, наконец, дебютный роман Кавки «Америка», известный также как «Пропавший без вести», также был экранизирован дважды. В 1984 году во Франции под названием «Классовые отношения» и в 1994 году в Чехии с оригинальным заголовком «Америка». Обе эти картины были далеки не только от кассового успеха, но и хоть от какого-либо внимания широкой публики. Из рассказов Франца Кавки несколько адаптаций имело произведение «Превращение». Особого внимания заслуживает русская версия режиссера Валерия Фокина с Евгением Мироновым в главной роли. Проснувшись однажды утром после кошмарного сна, Грегор Замза обнаружил, что превратился в отвратительное насекомое. Еще вчера он был добытчиком, опорой и кормильцем семьи, сегодня он изгой и чудовище, непонятное родным, но ставшее, наконец, интересным самому себе. Этот жутковатый, абсурдный фильм непременно понравится любителям жанра и поклонникам творчества чешского писателя Франца Кавки. На сегодня это все. Смотрите кино. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова